Книга открытым оком, вопрос 971, 3 том, тема Святая Библия. У вас предвзятое отношение к новым переводам Евангелия. Однако, как и утвержденный синодом перевод, так и новые делались людьми, и вполне допустимо различное понимание отдельных слов. Ведь вы в прошлом занимались языками и понимаете, что одно слово может иметь различные переводы и значения. Или может в этом сказываться ваша консервативность? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Могу почти с уверенностью сказать, что мало кто из вас читал какие-либо новые переводы Нового Завета. Тем более разные переводы, тем более построчно сравнивав их от Евангелия, от Матфея до Откровения, Синодальном. Тем более самому издавать Новые Заветы в этих новых переводах, тем более самому их распространять. А теперь решите, что останется от вашего упрека ко мне в консервативности. Поэтому я говорю, не голословно, а имея огромный опыт чтения, начитывания на пленку всей Библии Синодального издания, с неканоническими книгами объемом звучания 96 часов, Я всегда старался улучшить уже проделанную мою работу, будучи недоволен прежней, хотя абсолютно все ее одобряли. Заново перечитывал на пленку медленно, с выражением, несколько раз Новый Завет в Синодальном переводе, и Епископы Кассианы, и другие. Объем звучания Нового Завета 24 часа, И я прочитал этот перевод многие десятки раз, и еще переписывал рукою, Иова 23. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня, Иова 27 до 5. Далеко я от того, чтобы признать вас справедливыми, докольно не умру, не уступлю непорочности моей. Не забывайте того, что я построчно делал сравнение с Синодальным переводом, церковно-славянский, немецкий в переводе Лютера, английский короля Джеймса, латышский. На некоторых языках проповедовал среди этих народов. Я снова утверждаю, что наш Синодальный перевод 1876 года в высочайшей степени добротный, точный и очень авторитетный во всем мире. Но отбрасывая все это, или лучше сказать забывая, я обращаюсь только к молитве, и в молитве получаю внутреннее удовлетворение о чтении Библии в этом Синодальном переводе. У него поистине пренебесное звучание и слог. Сравните с Синодальным переводом другие, и дайте это любому любителю словетности, которому нет совершенно никакой разницы, на какую сторону склоняться. Другие переводы могу назвать публичными, вульгализированными. В них нет внутренней силы духа. Я говорю это не по документам, а по отзывам миллионов людей, которые получили утешение и спасение, читая Библию в русском переводе, 1876 года, Синодальный перевод. К слову сказать, быть консервативным не всегда плохо. Это слово латинское означает охранительный, отстаивающий неизменность чего-либо, противящихся нововведениям. Сам Господь утверждает, что слово его вечно и неизменно. Согласен, что эти слова относятся к оригиналу, не к переводам, но здесь уже вольному воле. Пройдите половину моего пути с Евангелем, и вы станете моим соратником относительно Синодального перевода. Стихотворение Мы разбирали Библию совместно, делились кто свидетельством, кто знанием, и юноша застенчиво встал с места и начал так свое повествование. Я был в Австралии, по улицам Сиднея, бродил без цели, смысл и направление. Вдруг кто-то сзади чуть коснулся шеи и сунул в руки мне листок для чтения. С листка в глаза бросались четко строчки, где будешь после жизни в мире этом. А я не знал, пошел в отель и ночью, все прочитал и понял до рассвета. С тех пор я со Христом шагаю в небо, спасен от вечной смерти и осуждения. В Австралии с тех пор ни разу не был, не знаю, кто мне дал листок для чтения. Прошло полгода на другом собрании. Друзья читали, пели и молились. Я предложил свидетельствовать парню. Мы с ним совсем недавно подружились. Он начал так, в Австралии, в Сиднее. Я навострил, насторожившись уши. Мне кто-то сзади чуть коснувшись шеи. И я понятливо кивал и слушал. А через месяц в незнакомый город меня послали с проповедью слова. После собрания для общения повод приставился внизу. И слышу снова. Была в Австралии, на улицах Сиднее. На этот раз приятный женский голос. Спокойно, ни краснее, ни бледнее. Почти такую же рассказал нам повесть. Ну, думаю, какое совпадение. Я в третий раз все это слышу точно. Но если приведется быть в Сиднее, по улицам пройдусь, его пройдусь нарочно. И не прошло, представьте, даже года, как старший брат дает мне поручение. Езжай в Австралию, ведь там свобода. Для проповеди Божьего учения. И вот, и я в Австралии, в Сиднее. По улицам брожу, людей не зная. Вдруг кто-то сзади чуть коснулся шеи, а я ту руку сразу же хватаю. В руке листовка, в ней знакомый. Где будешь после жизни в мире этом? И тут мне горло шнуровало комом. Почуял разрешение секрета. Я умственно отстал, сказал мужчина. Писать, читать, простить я не умею. Христос Спаситель вынул из пучины. И я пошел по улицам Сиднее. Не знаю, есть ли польза от стараний. Никто сюда ко мне не возвращался. Да и не важно. Я для Бога странник. Ему по гроб служить я обещался. Я рассказал ему об обращениях. Черевозы листки в спасенных овцах. И слезы благодарного смущения катились по щекам у незнакомца. Мы обнялись и плакали открыто. Мне всем понятней стало и виднее. Сокровище мое было зарыто. В Австралии на улицах Сиднея. Вера Кушнир.